10 июня в Тульском цирке презентуют программу Индира в постановке лауреата множества престижных премий и конкурсов дрессировщиков в четвертом поколении Андрея Дементьева Корнилова. Сегодня к нам в гости пришел руководитель программы и еще один звездный гость. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос у меня, наверное, традиционный. Как началась ваша цирковая карьера? Моя цирковая карьера началась так же, как и у многих цирковых детей. Сразу после того, как привезли, наверное, меня из роддома. Потом, конечно, спустя где-то лет пять после моего рождения меня, не спросив меня ни о чем, вывезли на африканском слоненке маленьком, вывезли на манеж в рамках новогоднего спектакля, где я рассказывал стишок в костюме Нового года. То есть ответить вы уже были в состоянии тогда? Да. Потом в возрасте 12 лет Юрий Владимирович Никулин сказал моему отцу, что мать у вас уже перезревает, его нужно выпускать на манеж, так как цирковые дети начинают свою карьеру уже в возрасте, наверное, 6-7 лет, как цирковые ученики. И в то время моя мама была в декрете, они с папой ждали мою сестренку, которая должна была появиться на свет. А вашу династию я перебью, сколько уже лет? Нашей династией около 135 лет. Тоже такой большой срок. Потому что про всех родственников долго рассказывают, к сожалению, меньше времени. И так они ждали вашу сердце-свою стронку. Да, да, да. И вот первый мой выход был в роли мальчика, который сидел в зрительном зале. И здесь клоун выходил из манежа, вытаскивал мальчика, мальчик сопротивлялся, падал через барьер. И в этот момент слон его подхватывал на хобот и исполнял трюк. Вот это был мой такой уже сознательный первый выход, к которому я ответственно очень готовился. Вы понимаете, вы сейчас вот сколько зрителей разочаровали. Они все-таки, наверное, думали, что когда подходят и выбирают из зала мальчика, то это настоящий мальчик, а не чей-то родственник. Как-то я не подумал насчет этого. А всегда так? Цирковые дети всегда? Может быть, все-таки бывают случаи? Вы знаете, просто Юрий Владимирович Никулин, он был достаточно такой авантюрный человек в хорошем смысле этого слова. Поэтому это его была задумка, и она была очень успешной. Хочу спросить про новое шоу, которое сейчас с 10 числа началось. Это Индира. Да, Индира. В нем другое у вас амплуа? Да, здесь я представлен в виде такого, наверное, принца, может быть, какого-то раджи. Повезло, принцы к нам ходят редко. Да? Да. Видите, когда-то надо начинать. Моя сестра, она играет главную роль в нашем спектакле. Она у нас как раз является той самой героиней под названием Индира, которая видит сон и попадает в прекрасный мир цирка. И в этом сне самое главное, что она видит, она видит свою свадьбу. И когда она просыпается, а свадьба, она окруженная красивыми людьми, там, лет у нас с перьями в камнях Сваровского, слоны, разные животные. Ну, в общем, такая феерия достаточно интересная. И когда она просыпается, она понимает, что это была я. Сколько готовятся такие представления? Вот этот проект Индира, он готовился около полутора лет. В течение этих полутора лет мы вели переговоры с артистами. Они велись достаточно скрупулезно. Мы старались пригласить самых лучших артистов, лучших из лучших в своем жанре. У нас участники Спасской башни, замечательные артисты, которые работают конный номер, древний жанр. Это «Свобода лошадей». Потом у нас замечательные клоуны Евгений Майхровский, Евгений Минин, который... Что-то там про Пушкина. Да-да-да, дуэт Пушкин Бразерс. И они помимо цирковой специфики, они также участвуют по играх КВН. Вот недавно показывали по телевидению игру высшей лиги КВН, где они работали, точнее, участвовали за команду Большого Московского цирка. Сейчас все-таки есть еще один гость в студии. Да-да-да. Кроме «Принца», у нас еще есть кто это? Это Капуцин Томик, который помимо цирковой карьеры имеет серьезный опыт на работе в телевидении. Он у нас участвовал в телепроекте под названием «Битва экстрасенсов». Наверное, все-таки самый главный гвоздь программы – это слоны. Слоны. У нас помимо слонов, у нас есть и львы, леопарды, пумы, пантеры, верблюды, лошади, пони, потом ламы, дикобразы. В общем, огромное количество животных. Такой некий Ноев ковчег мы привезли в Том. Это надо идти смотреть. А сколько слонов? Слонов у нас четыре. Четыре слона. Они у нас достаточно девушки известные. У нас тоже есть среди них одна кинозвезда, которая снималась во многих фильмах. Последние фильмы, в которых она снималась – это «Восемь первых свиданий» и «Восемь новых свиданий», где снимались Зеленский Михаил и Оксана Акиншина. Тяжело работать со слонами? Со слонами, наверное, работать легко, потому что они очень разумные животные. Они понимают человеческую речь, они понимают, что от них хочешь. Сложнее всего их за ними ухаживать, наверное, и содержать в тех условиях, которые должны. А вот Томик нас сейчас не понимает? Томик почему? Понимает. И самый главный вопрос, но меня просили перед тем, как мы с вами встретились, его задать. А много ли едят слоны? Слоны едят около 150 килограмм в день. Кушают они абсолютно все, кроме мяса. Основной рацион составляет, конечно же, сено. Утром мы им даем каши. Это определенные углеводы. Каши даем с овсяной крупой, с пшенкой, разный рис. Все время они едят сено. Вечером мы им даем обязательно овощи, всевозможные овощи. А на репетиции, на работу мы в качестве подкормки даем их любимые явства. Бананы, яблоки, сахар. В общем, все такие любимые. Или хлеб, политый сгущенным молоком. Слоны любят белый хлеб. Интересно, а Томик что любит? Томик у нас тоже травоядный. Он кушает разные фрукты, орехи. У вас бывает отпуск? Мы всегда можем позволить себе отдохнуть после новогодних спектаклей. Это где-то в районе 15 января, когда заканчиваются все елки. Тогда мы можем на две недели уехать в отпуск. И также мы имеем право в эти две недели еще одни оставшиеся потратить или летом, или где-то в начале сентября, или в конце сентября. Вы можете уехать всей семьей, или животных нельзя в это время оставлять? Да, вот это наш, конечно, тоже определенный такой урок, что мы не имеем права оставлять животных без присмотра. Вы ждете какого-то особого приема от тульского зрителя? Где вас вообще лучше всего принимали? Вы знаете, как показали эти первые два спектакля, которые мы отработали здесь у вас. Людям очень понравилось наше представление. Я думаю, что нам придется все-таки продлевать наши гастроли. У нас всего несколько секунд в программе, продлить здесь мы не сможем временно. Тем не менее, самое время сказать, до какого числа у нас сейчас гастроли вашего церкви? Мы планируем работать здесь две недели. Если будут многочисленные заявки, то мы тогда еще будем продлеваться еще на неделю. Спасибо вам большое. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо большое. Мне остается напомнить, что у нас в гостях был руководитель программы Индира Андрей Дементьев-Корнилов. С вами была Светлана Денброва. Увидимся. Светлана Дементьев-Корнилов